Ну что, затыкались бедные, да? А вы как думали, сезон начался, засолки начались, и я хочу предложить вам рецепты, которые вас устроят абсолютно все. Вот в моих рецептах засолок, то есть это помидоры, огурцы и прочее, то что с солью делается и с сахаром, есть маленькая вот такой вот секретик. Когда говорят, ой, мне дали такой рецепт, ну что-то невкусно. Девочки, все вкусно, если вы рассол, маринад будете делать на свой вкус. И всегда помните, что вот помидор, он же сейчас не соленый, он же не вобрал в себя соль, значит рассол должен быть чуть соленее, чем вы любите, и чуть слаще, чем вы переносите. А вот остроту и там все эти травки, это уже чисто по вашему вкусу. Я вам покажу принцип, как это делается. И вот эти помидоры, наспор, да, я такое слово знаю, наспор, как вы думаете, войдут они в литровую банку? Я говорю, что да, а вы говорите, что нет. Войдут три штуки, да? А вот и ничего подобного. Все вытаскиваем назад и делаем очень просто. Но прежде чем туда пойдут помидоры, у нас маринад должен быть ароматным, и помидоры должны быть очень вкусными. Берем лук, вот хорошо жить на даче и делать засолку на даче. Нарезаем его такими нетонкими кольцами, вот так вот нам достаточно вполне вот этого количества. Сбрасываем туда вниз. Вот особые любители предпочитают туда еще горчичное семя насыпать. Ну, я предпочту традиционный набор трав. Это укроп укладываем туда. Так, это морковка. Делаем вот так красиво. А можно такой фигурной штучкой, у которой прям такие волнистые края получатся. Не надо морковку свежую. Тоже свежая морковка. Не надо ее чистить. Там нет ничего плохого. Ее тщательно помыть надо. Вот это количество петрушки многовато. Две веточки нормально. Так, пара листиков смородины. Так, ну и, конечно, царь огорода. Это наш любимый свежайший чеснок. Для меня, вот для этого рецепта, надо, чтобы было нежно, вкусно, чтобы и пахло вкусно, и не было навязчиво противно. Да, один зубчик. Все. Значит, вот мы ввели все туда, что я предпочитаю. А вы уж, пожалуйста, сами. Если вы любите острое, то кусочек перца чили, вот прямо одно колечко, вот такое, в полмиллиметра. А теперь помидоры. Что с ними нужно сделать? Вот тут немножко есть проблема, да, у помидорки. Мы вот так сделаем. Раз. Вырезаем вот это. Видите? Там что-то плохо, но это не значит, что она не годится в засолку. Еще как годится. Убираем. Но помидоры, заметьте, нужны очень плотные. Они прям, видите, какие? Ух! Вот тогда у нас и получится ввести то количество помидор, которое нам нужно, а не которое, ба, в банку входит. В банку вообще ничего в такую не входит. Так, режем дальше. Берем поменьше томатики. Вот так. Можете не срезать этот хвостик, можете срезать. Это вот ваше личное желание. Так. Укладываем достаточно плотно. Вот сейчас скажу следующее, что делать. И уже слышу ваше возмущение. Да, эти баночки придется стерилизовать. Когда я рассказываю рецепт подобных помидор, сразу слышу, ой, я не люблю стерилизовать. А кто вас спрашивает, любите вы или нет? Главное, семья, чтоб любила. Это вот самое главное для вас. Существуют только они, а вы так, изготовитель. Посмотрите. Ну, конечно, все не вошли, и спор я, конечно, проиграла. Но, тем не менее, у меня вошло сюда четыре больших помидора. И нужно все под крышечку. Это еще не все вот так. Вот так это должно быть. А теперь мы сделаем рассол. Вот смотрите, в эту банку войдет всего пол-литра рассола, не больше, потому что очень плотно уложено. И мы сюда наливаем примерно пол-литра. Вот этого достаточно. Вот чуть-чуть еще. Ну, чтобы лишнее было. Потому что если не хватит, всегда печально. Значит, нам нужен сахар и соль. Скажите, пожалуйста, чтобы было вкусно, как вы считаете, сколько сюда сахара и соли? На трехлитровую банку обычно, да, у нас уходит полтора литра рассола. И туда я, не знаю, как вы, а я туда кладу две ложки соли на трехлитровую банку. И да, а вы как хотели? А лучше шесть ложек сахара на огурцы, на помидоры. Вот тогда будет вкусно. А в сочетании с горчицей, с семьями, с черным перцем, горошком, лавровым листом, с петрушкой, со смородиной, с чесноком, с луком, морковкой. Это потрясающе просто. Значит, на это количество мне понадобится неполная ложка соли. Неполная ложка соли. Сюда ее. И если на три литра пять-шесть ложек сахара, то на эту баночку две ложки сахара. Вот столько. Видите? А еще понадобится уксус обязательно. Мы размешиваем вот это вот все. Внизу стоит вот маленькая бутылочка. Размешиваем. Так. И сразу вводим уксус. Если на трехлитровую банку нужна столовую ложку уксуса, значит, на вот такую без уксуса консервация не получится. Значит, на такую баночку, вот посмотрите, третья часть кислота. Это не просто уксус. Вот столько. То есть, чайную ложечку. Я всегда делаю одну и ту же ложку. Я уже привыкла. Но для вас, как бы, да, запишите чайную ложечку. А теперь заканчиваем, как бы, укладывать банку. И вот такую штуку нужно ввести обязательно. Это перец горошком. Вот как пальчиками зацепите. Зацепите это вот сколько там. Ну, шесть-семь штучек перчика. Туда его. А теперь нам надо залить. Начинаем. Ну вот банка у нас готова. Теперь она должна отправиться на стерилизацию. Что такое стерилизация? Это нагревание. Непрямое кипячение будет. То есть, мы возьмем кастрюлю, нальем туда воды, постелим салфеточку на дно, потому что стекло, коснувшись горячей дна кастрюли, оно лопнет при нагревании. Нужна обязательно салфетка. И мы будем ждать, пока вода в кастрюле закипит, и тогда начнется нагрев как бы непрямой. И нагревая то, что внутри банки, весь воздух из помидорок, он и так выходит, потому что горячий рассол. Но нам надо абсолютно безвоздушное пространство. И мы потом так смело крышечкой прикроем. Пока мы только прикроем, не будем ни придавливать, ни прикручивать. Вот так. И сейчас я покажу, как сделать стерилизацию. Чтобы беды не произошло, значит, мы туда укладываем полотенце, салфетку, все, что найдете. Можете залить горячей водой, потому что в банке рассол достаточно теплый, и банка не лопнет. Если будете заливать абсолютно холодной водой, то совершенно напрасно вы это сделаете. Ну и все. Ставим. Ну, баночка, конечно, горячая, сами понимаете. Но закручивать ее придется вот руками, потому что должно быть закрыто очень и очень правильно. Натянули. Ну, вот как-то так. Посмотрите. Опа! Течет. Значит, неправильно закрыто. А почему течет? Вот новая крышка. Какая красота получилась, правда? Это очень вкусно, очень ароматно. И вот эта сладость томатов, вы, они даже не разварятся. И можете резать их ножом. Это очень вкусно будет зимой. Вот попробуйте хоть один раз сделать так. Да, стерилизовать трудно, но зато результат просто потрясающий. Ну, что, садисты, нарастили помидоры. Вот теперь их солить будем с вами, да. И резанные потом покажу, как чесночок в попку к помидорке вставить. Как перчинку туда запихать. Как сделать их острыми. Как сделать их вкусными безумно. Не пользуюсь никакими приправами. Ну, и если вам это нравится, подписывайтесь на мой канал. И я с удовольствием буду там с вами встречаться. Отвечать на все ваши бесчисленные вопросы. По любому поводу. Абсолютно. 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 Абсолютно.